Утром в 9.50 по московскому времени эвакуировали второе здание Казанского федерального университета. С чем связана эвакуация, попробуем выяснить прямо сейчас. Сегодня состоятся плановые учения по эвакуации сотрудников и студентов из высотного здания. Учения показали, что лифты все опустились на первый этаж, двери открылись. Доложили службу главного энергетика о том, что электропитание отключили, пожарные насосы включили. Сотрудники частного охрана предприятия контр сработали правильно, все хорошо, они все открыли запасные двери. Несмотря на учебную тревогу, лекции и семинары не отменились. Всего за 7 минут 13 секунд были эвакуированы все студенты и сотрудники второго здания Казанского университета. Сами ребята выразили надежду на то, чтобы имеющиеся навыки быстрого покидания зданий в будущем пригождались лишь при проведении именно учебных эвакуаций, а не в условиях реального пожара. Эвакуация проводится для того, чтобы человек, когда возникнет такая ситуация на самом деле, смог быстро сориентироваться и покинуть здание в кратчайшие сроки. Если вдруг, не дай бог, такая ситуация случится, чтобы все знали, что нужно делать и как правильно, чтобы безопасно выйти из здания. В считанные минуты покинув здание ребята, прямо скажем, не пали духом. В такие тяжелые случаи, как пожар, безусловно, важно иметь высокий подъем духа и не опускать нос. Вот поэтому решил поддержать, как говорится, наших студентов и взять с собой гитару. Результаты проведенной эвакуации были по достоинству оценены контролирующим подразделением МЧС России по заключению сотрудников Государственного пожарного надзора. Сотрудники КФУ показали хорошие знания и умелые действия в ходе проведенной учебной тревоги. Адель Шамилова, Дмитрий Варламов, Универньюс.